Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. Здравствуйте. В эфире первого городского проект места происшествия. В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Шесть битых машин. Один человек получил травмы в массовом ДТП на улице Некрасова. Десять человек и четыре килограмма. Подозреваемые действовали в соответствии с четко распределенными ролями. В Кирове арестованы участники ОПГ, которые торговали наркотиками через интернет. Я по распоряжению и требованию своего генерального директора показал на своем телефоне фотографию Беловрагина. Готовили заказное убийство. В дальнейшем я просто не знаю, какое могло быть развитие событий. Но Бокатуев хотел, чтобы Беловрагина не было. Первомайский районный суд вынес приговор уже бывшему генеральному директору Тульской торговой сети «Лакмин» Валерию Бокатуеву. Объявлен в розыск. Куда он поехал? В Кирово-Чепецке водитель Киа врезался в машину с камерой и скрылся с места ДТП. Один человек получил травмы в массовом ДТП на улице Некрасова. Там несколько столкновений спровоцировал водитель Митсубиси «Лансер». Подробности в рубрике «Обзор аварий» слово Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла в понедельник вечером у дома номер 24 по улице Некрасова. Водитель «Лансера» выезжал со двора и не заметил эвакуатор. Водитель автомобиля Митсубиси «Лансер» по предварительным данным, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автоэвакуатором «Хенде». После удара «Лансер» отбросил на припаркованный автомобиль «Тойота». Эвакуатор же вынесло на полосу встречного движения, где он совершил лобовое столкновение с автомашиной «Киа Рио», которое бросило на припаркованную автомашину «Газель». «Газель», в свою очередь, продвинувшись по инерции вперед, совершила наезд на припаркованный автомобиль «Форд Фокус». В результате происшествия, в котором участвовало 6 автомобилей, пострадал водитель автомобиля «Киа Рио». Ему была оказана медицинская помощь, и госпитализация ему не потребовалась. По словам очевидцев, перед маневром водитель встречного «Киа Рио» посигналил водителю «Лансера». Рулевой «Митсубиси», видимо, посчитал, что ему можно выехать на дорогу. При этом мужчина, скорее всего, не видел эвакуатор из-за припаркованной у обочины «Газели». Теперь участникам ДТП предстоит дорогостоящий ремонт. Больше всех досталось эвакуатору и «Киа Рио». В Оречевском районе водитель «КамАЗа» с прицепом выехал на встречную полосу и врезался в другой «КамАЗ». В итоге 44-летний шофер самосвала получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. В Фоленском районе 29-летний водитель «Опеля Астра» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с грузовиком «Фредлайнер». Женщина-пассажир легкового авто получила травмы. Ее увезли в больницу. В Кирове на улице Московской 50-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и перед перекрестком протаранил попутную «Шкоду Фабия». Иномарка в момент ДТП не двигалась. 19-летняя ученица автошколы получила травмы. На улице Преображенской на пешеходном переходе 31-летний водитель «ВАЗа» 12-й модели сбил двух девушек-пешеходов 17 и 18 лет. Медики оказали пострадавшим помощь. Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове арестованы участники ОПГ, которые торговали наркотиками через интернет. Оперативники МВД проводили задержания в течение нескольких месяцев. Последних наркозбытчиков поймали в начале декабря. Все подробности в рубрике «Сводка». Полицейские задержали 10 человек. В ходе обысков изъято более 4 килограммов наркотиков. Это примерно 10 тысяч доз, которые не дошли до потребителей. Подозреваемые действовали в соответствии с четко распределенными ролями. Существовала система конспирации. Наркотики распространялись на территории города Кирова бесконтактным способом, посредством тайников закладок. Сейчас возбуждено уголовное дело. Участникам ОПГ грозит до 20 лет тюрьмы. Полиция и волонтеры продолжают разыскивать 15-летнего школьника Диму Бахтина. 11 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьника. Мальчик пропал днем 8 ноября в Кировочепецке, о пропаже сообщили родственники. Последний раз подростка схожего по приметам видели 9 ноября в Слободском районе. Также, по словам волонтеров, 10 ноября в Слободском был найден рюкзак Димы. На вид школьнику 15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. На левой руке на предплечье имеется родимое пятно, глаза зеленые. Сейчас отрабатываются различные версии. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Если вы знаете, где находится Бахтин, срочно звоните в полицию по телефону 02 или 102. В деревне Столбово Слободского района вспыхнула частная хозпостройка, внутри которой находилась рубленная баня. Также вплотную с постройкой стоял недостроенный двухэтажный дом из пеноблоков. В итоге баня и крыша постройки сгорели. Обгорели стены изнутри и снаружи. Сейчас причина пожара устанавливается. В Кировочепецке в Садовоческом товариществе также загорелась частная рубленная баня. Здание удалось спасти. Внутри обгорел потолок и стены. Пожар был ликвидирован силами МЧС. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите далее. Я по распоряжению и требованию своего генерального директора показал на своем телефоне фотографию Белобрагина. Готовили заказное убийство. В дальнейшем я просто не знаю, какое могло быть развитие событий. Но Бокатуев хотел, чтобы Белобрагина не было. Первомайский районный суд вынес приговор уже бывшему генеральному директору Тульской торговой сети «Лакмин» Валерию Бокатуеву. Хотел скрыться и протаранил цепь. Сюда приехал. Что здесь? Ничего. Просто хотел номера повесить. Думал, остановится, оштрафует вот из-за этого. На улице Комсомольской сотрудники ДПС задержали водителя «Фольксвагена Джетта» без госномеров. Цепная авария. Чупик! 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 Чупик сделанного машины! В Кирово-Чепецке на улице 60 лет октября произошло двойное ДТП. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Первомайский районный суд вынес приговор уже бывшему генеральному директору Тульской торговой сети «Лакмин» Валерию Бокатуеву. Напомним, бизнесмена обвинили в подготовке к заказному убийству своего конкурента, владельца сеть магазинов «Спар» Андрея Белобрагина. В Кирове охранник осужденного Батов подыскивал киллера. После нескольких встреч он попал в поле зрения оперативников МВД. Подробности в нашем следующем материале. По данным следствия, заказчик преступления Валерий Бокатуев решил раз и навсегда разобраться с конкурентом Белобрагиным. Найти исполнителя Бокатуев поручил своему начальнику службы охраны Александру Батову. По версии следствия, летом 2015 года обвиняемый, зная, что ряд сотрудников и менеджеров его компании перешли на работу в ООО «Спартула», решил организовать убийство своего конкурента. Он стал подыскивать исполнителя преступления с намерением выплатить денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей. В итоге Батов приехал в Киров. На улице молодой гвардии он встретился с посредником, который обещал подыскать киллера. Так, еще раз покажите рукой, где вы встречались? На углу вот этого здания, напротив меня, сказал, что с ним можно поговорить о том, что требовал от меня мой руководитель Бокатуев. 250 тысяч рублей – такой задаток получил предполагаемый киллер от Батова. В течение нескольких месяцев якобы шла подготовка к убийству. Я по распоряжению и требованию своего генерального директора показал на своем телефоне фотографию Белобрагина. В начале этого года Бокатуев дал указание замаскировать убийство конкурента Белобрагина под безвестное исчезновение и сообщил, что готов увеличить сумму до 4 миллионов рублей. В итоге в Кирове, в ресторане на улице Спаской, Батов передал деньги. Он пришел, я ему передал деньги, мы вышли в холл с ним из ресторана, к выходу. Я ему передал деньги, все, как бы он сказал, до связи, мы с ним разошлись. А в дальнейшем я просто не знаю, как могло быть развитие событий. Мне Бокатуев хотел, чтобы Белобрагина не было. Эти фотографии были сделаны вечером 9 февраля этого года в Тульской области у деревни Судакова. Из черного Лексуса похитили известного бизнесмена, владельца сети Спар Андрея Белобрагина. На стекле были видны пулевые отверстия, а в салоне на руле кровь. Это похищение было инсценировано оперативниками МВД. Впоследствии заказчику убийства Валерию Бокатуеву показали поддельные фотографии убитого бизнесмена. После передачи денег заказчика и его сообщника задержали. Бокатуева и Батова задержали в Московской области и привезли в Киров. 13 февраля этого года арестовали Батова, 14 февраля в суде оказался Бокатуев. Заказчик Валерий Бокатуев свою вину не признал, воспользовался 51 статьей Конституции и отказался от дачи показаний. Дело в отношении охранника Александра Батова было выделено в отдельное производство. Он сотрудничал со следствием, в итоге его приговорили к 4 годам колонии строгого режима. 6 декабря состоялся приговор в отношении заказчика Валерия Бокатуева. При вынесении приговора суд учел смягчающее обстоятельство наличия у обвиняемого на иждивении малолетних детей, а также его здоровье. Бокатуева признали вменяемым, но выявили психическое расстройство. Бокатуев Валерия Викторовича признать виновным в совершении преступления предусмотрен частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 30 пункта З, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде лишения свободного срока 8 лет 6 месяцев с ограничением свободного срока 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Скорее всего, Бокатуев и его адвокаты будут обжаловать приговор. Михаил Вагин, место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Хотел вскрыться и протаранил цепь. Сюда приехал. И что здесь? Ничего. Просто хотел номера повесить. Думал, остановится, штрафует вот из-за этого. На улице Комсомольской сотрудники ДПС задержали водителя «Фольксвагена Джетта» без госномеров. Боевой пассажир. Я ему кромко жгаю. Не знаю. Я откуда... Потому что... Ты чего? Да я буду... На улице Московской водитель «Ларгуса» едва не спровоцировал ДТП. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Пытался скрыться от сотрудников ДПС водитель «Фольксвагена Джетта» на автотранспортном переулке. Впрочем, уехать лихачу так и не удалось. На улице Комсомольской он заехал в тупик, а его задержали инспекторы ДПС. На удивление водитель оказался совершенно трезвым. Оказалось, гонщик просто не хотел платить штраф за вождение без номеров. Сотрудникам ДПС не подчинился водитель «Белой иномарки». Машина поехала по автотранспортному переулку в сторону Комсомольской площади. Сюда белый седан длинный такой. И вон прямо-то? Вон, в общем, правильный. Он есть. Полицейские приблизились к машине у пенсионного фонда. Водитель «Джетта» ехал агрессивно, срезая повороты. Вскоре он уперся в тупик и наехал на оградительную цепь. Инспекторы приготовились бежать за нарушителем. Водитель понял, что уезжать и бегать дальше нет смысла. Впереди бетонная стена. После остановки авто было заметно, что лихач не на шутку испугался. Сотрудники ДПС внимательно присмотрелись, а только ли у него испуганное состояние. Ведь обычно так лихачат пьяные водители. Нормально все? Нормально. Зачем цепь-то проторонил? Цепь порвали. Цепь зачем проторонил? Чего проторонил? Ничего. Почему без номеров ездите? Да я в ДТП попал, сейчас снял, просто сейчас поставлю. Сняли номера? Да. После ДТП? Да. Цель какая? Никакой. Понятно, документы ваши? Водитель Али уверял инспекторов, что номера хотел установить до того, как сел за руль. Но это дело отложил на потом. Госрегзнаки так и остались лежать на коврике у заднего сидения. По словам Али, больше нарушений у него нет. Да ничего у них секретного нету. Чего нету? Ничего секретного нету. Секретного ничего нету? Усомнились инспекторы лишь в одном, что водитель Али планировал приехать именно к месту задержания. Сюда приехал. Что здесь? Ничего, просто хотел номера повесить, думал остановить, оштрафовать вот из-за этого. То есть исключительно из-за того, что без номеров ехали? Конечно, не какую-то другую причину. Присаживайтесь. Я не буду на месте. За вождение без госномеров на Али составили протокол. На комиссии решится, какое наказание понесет водитель. Или штраф в 5000 рублей, или лишение прав на срок до трех месяцев. Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирово-Чепецке водитель Киа врезался в машину с камерой и скрылся с места ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». В Кирово-Чепецке на перекрестке улиц Луначарского и проспекта России автор видео на Хюндае попал под удар темной Киа Рио. Останавливаться нарушитель не стал и уехал с места аварии. Сейчас водителя Киа разыскивают за скрытие с места ДТП. Ему грозит лишение прав. По словам водителя Хюндая, его автомобилю был причинен серьезный ущерб. Если вы знаете номер автомобиля-нарушителя или знаете, кто сидел за рулем в момент ДТП, звоните по телефону 8-953-694-1799. Вознаграждение гарантируется. В Кирово-Чепецке на улице 60 лет Октября произошло двойное ДТП. Как выяснилось, микроавтобус «Ситроен», который ехал за автором видео, не успел затормозить. В итоге произошло цепное ДТП. В аварии пострадали три автомобиля. Чепец! Это что такое-то? Только сделана машина. Вы вызываете, конечно, как. В Кирове на улице Воровского таксиста на Логане занесло на повороте и вынесло на встречную полосу, где ехала десятка. В аварии пострадала 30-летняя пассажирка такси. На улице Московской водитель Хюндая врезался в лэнд-крузер. Вина водителя Хюндая в ДТП очевидна. Впрочем, на повторе видно, что причиной резкой остановки автомобилей стал водитель Рено, который внезапно решил высадить пассажира, который сначала вышел из машины, а потом сел обратно. На разворотном круге у советского тракта водитель и пассажир машины с камерой наблюдали за гонщиком на Рено, который разогнался и не вписался в поворот. На съемке видно, что нарушитель на Рено явно не учел погодные условия, а также переоценил возможности своей машины. На улице Московской водитель Ларгуса едва не спровоцировал ДТП. Догонять и разбираться с нарушителем на Ларгусе никто не стал. Надо сказать, автор видео проявил чудеса выдержки и реакции на этот опасный маневр. На перекрестке улиц Производственной Иворовского водитель продуктовой фуры так торопился проскочить на зеленую секцию направо, что оказался на встречной полосе. На съемке видно, что аварий не произошло. К счастью, водитель Нивы еще не начал движение. На улице Красноармейской камера зафиксировала конфликт между водителем и пешеходом. Судя по всему, пешеходу не понравилось, что водитель «Шевролей» едва его не сбил. Скорее всего, об этом он ему и сказал, но в ответ услышал грубость. Итогом разговора стал удар по колесу. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик. Компакеров собака.inbox.ru Или звоните и сообщите по телефону 47-3-3-0-2. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. Берегите себя и своих близких. До встречи.